Продолжение следует... В семнадцатом году. Неверно, в четырнадцатом. В четырнадцатом. Про дату уже не спрашиваю. Значит, не знаете. Давайте вторую. Про вторую тоже не спрашивайте, вы про нее тоже знаете. Хорошо, крупнейшее сражение 1942 года. Танковое вот это? Нет, это в сорок третьем году было. Я подскажу, в нем СССР потерпел поражение, поэтому его не очень в школах изучают, только так, по касательной. Я считаю, что СССР потерпела поражение во всех войнах. Ну, я конкретно вам подсказку даю. В сорок втором году было крупнейшее сражение, в котором СССР потерпел поражение. Это, ладно, вы опять не знаете, это Харьковское сражение. А на Курской дуге что было? Это было в сорок третьем году. Ладно. Ну, по второй вы немножко получше ориентируетесь хотя бы на звание битвы знаете. А в Первой мировой войне знаете какие-нибудь битвы? Нет. Не знаете. А что такое Орловско-Кромское сражение? Не слышали? Ну, вообще-то первый раз слышу. Ну, вот, а хотите о войне говорить? Вы в войнах не очень разбираетесь. Может, вы в современной войне разбираетесь? Или про нее хотели говорить? Про российско-украинскую войну? Ну, да. Вот, в ней вы, может, разбираетесь, потому что вы очевидец, как говорится. Давайте, задавайте по ней вопросы, я отвечу. Что хочет Россия от Украины? Ну, это вы у россиян спрашиваете лучше. А вы откуда? Город Торонто. А? Что-то смысл. Что смысл? Если вы даже не знаете этого. Чего я не знаю? Ну, если вы находитесь в Торонто, а не в России. Я могу предполагать, что Россия хочет от Украины, но... Ну, корректно говорить это россиян. Хорошо. Я могу даже ответить, что Россия... Россия хочет... Если вас интересуют, значит, мотивы начала войны. Есть причины войны, а они иные. Если интересно, я вам расскажу, в чем причина войны. Первая причина изначально, хронологическая. А мотивы войны Россия развязала эту активную фазу в феврале за злостное невыполнение Украины и Минских соглашений. Ну, это мой вывод. А вы можете свой... Это смешно. Вы это сами не верите. Почему смешно? Допустим, нет, вы считаете, что... Минские соглашения? Да, да. Минские соглашения. Вы это верите? Что, что Украина не выполняла? Конечно, я знаю даже о неверии. А то, что развязала, а то, что Россия именно поэтому развязала, это моя версия. Я не настаиваю на ней. А то, что Украина не выполняла, это я знаю, и вы знаете прекрасно. Россия тоже не выполняла кое в чем, но Украина в главном не выполняла. Вследствие чего и Россия не выполняла. Россия вообще ничего не выполняла, о чем с этого. А Минские соглашения, это очень смешно. Это было, что, в 2010 году. Ну, там было, там было, давай, давай, давай. Они хотели захватить, захватить Украину. Их не получилось при Януковича, они поняли, факт прошел. Вот и все. Украину поставить на колени не получится. Ну, хорошо. И надо только завоевать. Давайте я, давайте я послушаю, давайте я послушаю вашу версию. Почему, почему Россия, почему Россия напала на Украину? Вот и все. Что, что разбито? Нет, вы мне объяснили, что, вы предположили, чем закончится, что там Россия, я как бы проиграть. Чем закончится, я не сказал. Нет. Я бы просто сказал факт истории первоначальной. Ну, хорошо, сказали, сказали. А из-за чего хронологически, изначально, кто виноват вот в этой ситуации? Кто способствует, вернее, из-за какого события эта война имеет место? То есть, если не было бы того события, то войны бы сейчас не было. Исторически. Помните, 2001 год? Еще раньше. Хронологически война началась из-за того, что в 1918 году, 3 марта, по Брестскому миру, два большевика, Ленин и Троцкий, отдали Украине под давлением немцев, тогдашний УНР, не Украине, УНР-то она называлась, русские земли, такие как Харьков и Донбасс. Этим у нас... Русские земли? Да, на момент передач это были русские земли. Потом вы их назвали, что якобы это украинские, но они действительно принадлежали у СССР. Когда была заснована Россия? Московия, Москва. Москва. И кем она была заснована? В 1147 году. Долгорукин. Ну, Князьев, да. Ну. Ну, а кто крестил Киев? Ну, Владимир, что у меня глупый вопрос, знаете, это что не отнимает отношения к этому? А кем был заснован Киев? Ну, меня не интересует ваш город. Я свой город, Харьков, я знаю, кем был основан. И когда? Я учился в Харькове. В Харькове учились? Да. В радиоэлектронике, небось? Нет, в железнодорожной городе. Академии. А, в Хити. В общаге жили как в Красной, которая на железнодорогу выходит? Нет, я жил отдельно, не возле из стенного рынка. Ну, значит, должны знать железнодорожный узел Харькова хорошо. Первая остановка на электричке с вокзала Харькова, Левада. Я жил в Киеве. Вы в УЗИ должны были изучать транспортную географию Харькова, был такой предмет, там не с коллекцией у вас было. У нас, я учился по строителям будивельных... А, ну, я понял, да, я, если бы учились на эксплуатации... Я учился в 2004 году, я учился. Я понял, если вы учились на эксплуатации, у вас был бы один СМС, назывался Харьковский транспортный узел. Если вы учились на эксплуатации. Ну, я понял, что вы построитесь. Ну, ладно, всё, я понимаю, что там 5 лет, вы можете или не знать. Ну, хорошо, ладно, есть еще вопросы ко мне? Нет, да. Всех благ вам. Торонто, удачи. Торонто forever, Харьков forever. Счастливо. Вы из Харькова? Вы смотрите в другую сторону, поэтому... Ну, я смотрю на экран, у меня экран и камера в разных местах. Вы из Харькова? Нет. Нет. А написано Харьков, а откуда вы из Инфекции? Ну, это у меня для таких публик, которые хотят найти мою локейшн, то есть специальная программа, называется UPM. Ну, понимаю, ну так а откуда высокого региона тогда? Я ж не говорил... Я из Калифорнии. А, а что вы в Калифорнии боитесь тогда? Что вас вышли? Ну, да. Нет, просто есть люди чуть-чуть грамотнее, чем мы, которые начинают химичить программами и влазить в свой компьютер и так далее. Поэтому я ставлю протекцию, чтобы не было таких... Я понял. Почему вы решили, что они более умны, чем я? Может, я тоже могу. Ну, если бы вы были чуть-чуть умнее, вы бы понимали, что это стоит... Я понимаю, вы мне сказали, я понимаю. А по умолчанию это не видно, что у вас стоит. Ну, есть программы, которые показывают... Я знаю, что есть программы, да. А почему вы выбрали именно Харьков в качестве, так сказать, желтокейшн по VPN? Ну, у них более быстрая скорость была. Ну, я... Ну, это правильно, да. Когда Харьков выбираешь, покажут более быструю скорость. А вы давно в Калифорнии живете, с ней секрет? Вот, 45 лет. И откуда приехали? Из Средней Азии, наверное? Нет, из Советского Союза. Ну... А из Украины. А с какого города? Из Украины. Я вас понял. Ну, хорошо. У вас какие-нибудь вопросы есть? На какие темы беседуете? Вы откуда? Да, в принципе, недалеко от вас. Километров 900. Ну, может, 800. Да. Какая часть-то? Торонт. Торонт. А что у вас там за портрет? Вот, вы ставили портрет какой-то, так сказать. Александр Второй. Лучший правитель России за последние 200 лет, по моему мнению. Вы с ним согласны или нет? С этим мнением? Ну, то, что сейчас историки будут оценивать по завершении. История такая наука. Ну, в принципе, это не совсем наука. Это просто совокупность фактов. Ну, историки считают, что это наука. Она оценивается, каждый процесс исторический, он становится историческим лишь по его завершении. Вот то, что сейчас происходит, это current процесс. А когда он завершится, уже будет история. Вот тогда и будет оценивать. Ну, ладно, у вас, может, какие вопросы есть, потому что сейчас происходит? А, то есть вы хот-нибудь хотите узнать именно из первых уз, да? Ну, да, там много интересного. Да, у них там сейчас со светом проблемы, вы будете проблемы иметь со связью. Ну, и некоторые регионы нормально, будете попадать. Но это будет однобок, и вы будете попадать на конкретный регион в Украине. Ну, это не тотально. Тотально это до 70 лет, до 85. Ну, а нижний предел понизили? Обычно нижний, вот Гитлер понижал нижний предел до 14 лет. А тут в Украине повышать верхние пределы почему-то. Логичнее нижний предел повышать, понижать. То есть там 18 лет призыв, до 16, потом до 14. Если уж тотальная мобилизация. Ну, пока до 60, я не сказал. Ну, это еще не тотальное. Ну, я понял вас, хорошо, да. Интересный момент. Спасибо за информацию. Я тоже посмотрю, мне это тоже... Я тоже по Украине, в принципе, беседую. Хорошо. А вы вообще... Каковы ваши прогнозы? Чем закончится этот конфликт в Украине? Я русскоязычный. Есть такая притча, отклонный моська. Так. Ну, я понял, да. То есть, моська это Украина. Ну, я тоже... Я с вами, в принципе, согласен, да. Но моськи помогают хорошо, да. Подкидывают ей. Ну, я так же, ты же понимаешь. У них... Они объявили, что если не будет очередных денег, у них не будет денег даже платить пенсии. Ну, как бы западу как-то пофигу, будут платить пенсии или не будут. Я так думаю. Им главное, чтобы они воевали. Ну, я вижу, вы такой аналитичный человек. Если хотите, заходите на... Независимое расследование о погибших. Ну, я слышал, что заложный, говорил, 126 тысяч погибло среди... Сегодня вышло новое, что они по тем, по получениям отверстий среди этих... Сейчас, секундочку. Алло. Да. Слушай вас. Вот сегодня такая информация проскочила, что по всем документам, что они вычислили, что у них есть, на Украине порядка 380 тысяч погибшими. И 54 тысяч погибшими в Венгрии, Припалтика и так далее. 50... Сколько вы сказали в Венгрии? Это вот в Восточной Европе. 58, да? 54. 54, да. Ну, возможно, да, похожие цифры, да. 380 тысяч погибших. Я скажу, вчера еще думал, что мы умеем. Ну, если во Вторую Мировую Войну погибли около 40 миллионов, это ж, в принципе, не так уж и много. Ну, все же, население России не то, что количество людей, учащихся во Второй Мировой Войне. Не, ну вы же говорите про Украину, это в Украине погибло столько, в России-то меньше погибло, в России погибло, по-моему, по западным данным, то ли 28, то ли 32 тысячи. Ну, если от 15 до 20, да, там есть 180 тысяч. Да, ну это... Где-то я с этим согласен, ну сколько, 60 тысяч снарядов в день выпускают в Россию, поэтому... Ну, это постсоветская привычка, не беречь народ. Вы же живете в Калифорнии, знаете, что основная ценность западного образа жизни, это ценность жизни человека, да. Это вот реально... Американские аналитики сказали, что надо переписывать, так сказать, книги виздения войны, то, что делает сегодня Россия, это, так сказать, большая заслуга, будем говорить, Путина. Не, ну вот, да, вот то, что... Я продолжу свою мысль, вот то, что мы живем с вами, конечно, в западном мире, и вот, хоть и преувеличивает его ценность, но вот то, что ценность жизни человека, это реально, да, она выше, чем в постсоветском пространстве. Это так и есть. Мы с вами это понимаем. Я вам не в этом начал говорить. Я понял, понял, что, да, я быстро в вашу понял, я не отспариваю, поэтому я и не возражаю. Ну, хорошо, есть вопросочек ко мне? Нет. Ну, хорошо, спасибо за беседу, всех благ, всех благ. И здесь, на этом перекрестке... Вашла в Украине. Интересно. Украина должна быть сплит, Афар. Знаете, сейчас поменяли. Слава Украине, героям слава. Я шам ответил. Я шам ответил, ла хуллера. Есть о комиссии? Вы какие-то вопросы украинцам задаете? Задаю, и так да. Что вам? 70 лет? 101. На личные вопросы неинтересны. Есть вопросы интересные? А что, да, а возраст это, что личные там серьезные? Да, да. Да. Я вижу, человек мозг, сяну. Я к вам на выращающийся. Ну, нормально. Ну, это же не сайт. В чем оскорбление? Нет, это оскорбление. Мозг, это оно не является оскорблением. Просто поинтересоваться у взрослого пожилого человека, сколько ему лет. Это вопрос частного характера, он неинтересен. Ты идешь под запись для канала, и задавай, если есть интересный вопрос, задавай. Вы канал свой ведете, да? Да, канал свой ведете. А какой, ну, можно я потом посмотрю, ну, ради интереса, о чем вы общаетесь? Ден-клуб наберешь. Как еще раз? Ден-клуб. Ден-клуб? Да. А что он стал? Про политику или про разную? Про разную. История, футбол, железная дорога, наука. Да, поведете его? Ну, как давно начали этим заниматься? Нет, ну, сам канал у меня с восьмого года, вообще-то. Ну, там другие, там, видосики были, фильмы. У тебя нормальные вопросы есть, а какие-нибудь? А че, это, самый, в рулетке-то какие обычно задаешь вопросы? Или что, всех покажешь в возраст? Это на сайте знакомств нормально смажешь в возраст. А тут возраст не важен, в принципе, в рулетке. Почему не важен? Потому что он важен на сайте знакомств, когда люди знакомятся для дейтинга последующего, для отношений. Вы такое, знаете, я говорите, вернее, я вас спрашиваю про, ну, просто вошел здесь, вы мне говорите про другой типа сайте знакомств. Ну, я тебе говорю, что вот... Я спрашиваю, как вас зовут, там, ну, какие-то ваши личные данные. Как зовут, я могу сказать, но это тоже не важно. Видите, вы можете сказать, как вас зовут, а не можете сказать, сколько вам лет. Ну, в чем проблема? Потому что это странный вопрос для четырлетки. Если во время разговора он возникнет, и с чем-то, допустим, вы застали то или иное историческое событие, то это важно. А сходу, сколько вам лет, это... Я вижу, что мужчина просто старше, и он у меня там много лет. Ну, хорошо, 62 года у него, успокойся. 60 год, вот, ну, как это ж просто... Ну, я просто... Просто это вопрос нелогичный, как первый вопрос в рулетке. Это вопрос логичный для сайса знакомств. Топ-5 вопросов логичных на вас, скажите, пожалуйста, которые вам задавали. Да. Это я не задал, еще не успел задать. Хорошо. Вы где живете? Вопрос. Я с Украины, против. Я вижу, что вы из Киева. Я же не спрашиваю, что вы где живете. Это не вопрос, это перечисление, что вы просили. Вы где живете? Как вы относитесь к тому или иному событию? Нравится ли вам, допустим, та или иная тема, там, футбол, история? Вот такие вопросы логичные. Я вас помню. Вот это так. Ну, у вас есть вопросы, может, появились? Да, у вас не стоит на вопросе, как в Топ-10, допустим? Ну, не, можем... У меня не стоит, но я про войну говорю, если кто интересуется. Вы про войну хотите поговорить? Давайте поговорим. Когда началась Первая мировая война, да-то? Я сейчас говорю про войну России против Украины. Ну, вот так и скажите. Война России с Украиной. А когда просто называют слово война, имеет в виду Великие войны. Гранд Вор называется Первая мировая война. Это не Гранд Вор, да? Нет. Гранд Вор, она имеет название Первая мировая война. Даже намного круче, чем Вторая мировая война. На Западе считается, по крайней мере. Знаете почему? Я вам буду говорить только про войну России против Украины. Ну, хорошо, спрашивайте про войну России с Украиной, что вас интересует. Так и формулируйте. Война России с Украиной, а не просто про войну. Так я вам так и сказал. Вот вы уже потом поправились, сейчас я слышу. Задавайте вопрос, что вас интересует по этой войне. Как вы их не относитесь, если вы направите ее войной? Негативно отношусь. Любая война – это плохо. Но правление вашего государства, в частности, вашего президента, вы меня поддержите, да? У нас нет президента. Почему это нет? Ну, потому что вы хотя бы спросили, где человек живет, а потом выстраивали свои ложные домашни. Ну, мало, что вы смотрите в флаг России. Тогда привыкли в чатурлетке флага не соответствует реальному джилокейшу. Я в Канаде живу. Я не в России, вы в Канаде. Хорошо, много в Кульской, вы в Канаде. Вот вместо того, чтобы задать логичные вопросы, вы сначала начали задать нелогичные. Вы спросили, вы откуда, где живете. И тогда начали. А тут вы закладываете ложную презумпцию про то, что президент, так сказать, у нас нет президента в Канаде вообще. Это не республика. Президент такого республика. Закладываете... Где ваша родина? Где я родился? В Харькове. А какое ваше гражданство тогда? Канадское. А до этого было какое-то? Было. Российское, наверное? И российское, и украинское. Ну, они и сейчас есть, в принципе. Но основное у меня канадское. Хорошо, такой вопрос. Вы за Украину или за Россию? В детском саду такие вопросы задавали. Ты за Луной или за Солнце? И может, я против России, против Украины. Вот теоретически. Я за независимую слабожанщину. Еще раз, кого? За независимую слабожанщину. Знаете, такое слабожанщина? Нет. Вот видите, как вы плохо знаете даже географию Украины. Это историческая территория, историческая земля, которая была разделена большевиками в 1918 году между УНР и Россией. Она исторически включает в себя полностью Харьковскую, Сумскую, частично Луганскую, Воронежскую и Белгородскую области. Хочешь поделить на ваши рассказы то, что было раньше? Да, я хочу... Это сейчас уместно? Конечно. Почему это уместно? Потому что если Украина будет сильной, ее никак не разделишь. А пока Украина слаба, ее нужно делить. Тогда это, возможно, увенчается успехом. Кто-то должен делить, да? Да, кто-то должен делить. Например, кто? Путин. Зачем Путин? Мы патриоты слабожанщины делить. Что еще, блядь, ее делить? Я не понял, блядь. Вы прошу говорить, я не понял сейчас. Что ты подгораешь? Я же объясняю. Делить там, блядь, какие-то истории. Да, хуй мне ваша сейчас история, блядь. Сейчас война идет против России. Россия против Украины. Какие еще, блядь, дележки? Вот именно, раз Украина слабла, ее нужно делить. А слабла, блядь? А если она будет сильна... Верно, да я жалел, где дики с хама. Их надо было в розыгрызать, блядь. Блядь, что, блядь, будем не ты, блядь. Будем вас волождать, блядь, Россию. Что будете? Россия вас волождать. Ага, ну ждите. Это не братья, наверное, все, блядь. Ага. Вопросы есть? Да, Донецк, Донецк, освободит Россию. Круто. Прямо Лещенко. Или Козловский. Вопросы есть такие-нибудь по существу? Нет. Нет. Ну ладно. Нет, нет. А если мы Россию освободим? Освобождайте. Да нет, да нет, да нет, да нет. Донецке ездят. А, освобождайте, если сил хватит, такие проблемы. Сил? Ну да. Сил хватит. Когда-то сил хватит. Дедуля, ты где живешь, блядь? Я живу в Торонто, а ты живешь в каких-то ебенях в Знаменке, Кировоградская область. Кто, ты живешь? Ну ты живешь в Знаменке, Кировоградская область, а я живу в цивилизованной стране. Что ты еще хочешь спросить? Я в Знаменке не живу, блядь. А где ты живешь? Кировоградская область. Да, это не надо. В Кропивницком, что ли, или где ты живешь? А ты знаешь где-то, где это? Да че ж не знать. Я географию Украины лучше себя знаю. А там где-откуда, дедушка? Я ж тебе сказал, Торонто, не слыхал? Торонто? Да, не слыхал? Слыхал. А то многие ваши не слыхали, географию в школе не учили. Ну ладно, так что у тебя есть еще вопросы? А ну дебюль, погоди, сейчас я найду из спички, я сейчас с тобой буду руководить. Ну давай, ищи. Ага. Ну иди, давай. Что тебе к вам за шум идет? Детский сад, что ли, какой-то? Дедушка, что там? Ну разговаривай. Что, алло, разговаривай. Вопросы есть у тебя? Да. Ну что там воевать будем, блядь? С Украиной. Что, Канады, что ли? Нет, не будет. Она, к сожалению, вам помогает. Я понял. Как у вас дела, блядь? Как вы живете, хорошо? Нормально, не жалуемся. А вы с вами из России, да, блядь? Почему ты так решил? Из Харькова. Ну, вам пусть пишет Россия, значит. Из Харькова я. А почему пишет Россия, да? Потому что VPN. Ты что думаешь, пишет та страна, где раньше жил, что ли? В рулетке. Ну, ты даешь. Еще вопросы есть у тебя? Да. Как вы относитесь к специальной операции? Отрицательно. Нужно было ее в 14-м году проводить. А сейчас уже поздно будет. Нет, надо было выбить их, нахуй, из Донецка, из Луганска, блядь. Все было хорошо. Надо было Украине выполнить Минские соглашения, и все было хорошо. Не было б никакой войны. Или Януковичу. Как бы вы, блядь, какие соглашения? Минские. Вы пришли, блядь, на территорию. Какие соглашения для дядя? К вам пришли именно потому, что вы злостно не выполняли Минские соглашения. Ну, я так понимаю, что объясняю. Какие, нахуй, Минские соглашения? Пришли в Луган, в Донецк, в Мариуполь, в Киев, нахуй. Какие, нахуй, соглашения? Ну, не понимаешь, ладно. А еще б не было войны, если б Янукович не застал пойти на съезд губернаторов в Харькове в 14-м году, в феврале. Вот если б пошел, тоже б не было войны. А он застал, к сожалению. Вот так. Так, блядь, он, блядь, ну, застал. Блядь, Путин сказал, иди сюда, буду ебашить Украину, нахуй. Он сказал, ну, и он, нахуй, блядь. Он так не говорил. Ладно, не понимаю, что ничего в истории. Нет, ну, я, блядь, я перевожу, блядь. Ты переводишь, а я знаю, как это. Ну, это же хорошо, когда человек читает, получает какую-то информацию. Ну, хорошо-то. Какой смысл выходить в рулетку, чтобы показать, что вы читаете? Если человек хочет пообщаться, с удовольствием пообщается. Хорошо. Бессмысла. Хорошо. Географию Харькова хорошо знаете? Я вижу, вы из Харькова. Я из Харькова нет, у меня VPN стоит возле чатла. А откуда вы, если не секрет? Я из Америки, Лос-Анджелеса. А, ну, окей, а, ну, понятно, да. А приехали в Лос-Анджелес откуда? Из Советского Союза уехал. Из этого города. Улетел из Киева. Да из Киева при Советском Союзе в Америку не летали самолеты вообще-то. Я улетел в Афгарию сначала. А, ну, я понял, да, по еврейской эмиграции. Как это? Вы армянин по национальности? Если по еврейской эмиграции улетел, какой же... Нет, ну, это просто ассоциация, у меня песня у Шафутинского есть такая. И вот нам визов из Израиля прислали, нам и в Америку ехать пожелали. Не помните? Ну, да, помню. Ну, вот. Ну, хорошо. Вы над этим общаетесь? Может, у вас вопросы есть? Я не знаю, откуда вы. Харьков. В Харькове два года прослужил в центре Харькова на конном рынке. Так что я Харьков очень любил красивый город. Культурная столица Украины. Ну, не только культурная. Научная, студенческая. Да, военная была. Транспортная. Шесть высших военных училищ было когда-то. Ну, вообще, если по вузам, Харьков был в экс-СССР самым студенческим городом, то есть самым вузовским городом, вернее. Если брать на миллион населения, в Харькове было 13,8 вуза на миллион населения. При этом в Москве было 9,9, а в Питере было 9,4. То есть Харьков по-удельному, приходящееся количество вузов на миллион населения, с большим отрывом, был на первом месте. То есть на 1,6 миллионов населения приходилось 22 вуза. Да. Да, да, да. Поэтому, я говорю, мне Харьков очень нравился. Когда я там жил, это был, наверное, один из таких культурных городов Украины, да? Ну, понятно. И военных там было, военных там было ебать, компания. Ну, вы уже-то сказали, я согласен, да. Было такое. Было такое. Это да, помню, куда ни плюнь везде, или военные училища, или воинская часть. А почему вы сказали фразу в отличие от вас? Вы сказали, у меня права про себя, вы сказали, у меня VPN в отличие от вас. Откуда вы знаете? Есть у меня VPN или нет? Так, догадался. Да. Понятно. Ну, хорошо. Хорошо. Есть вопросы ко мне? Какие мысли, что будут дальше? Что творится там? Ну, что? Америка грамотно нагибает Европу. Цель-то не России, а Европу нагнуть. Хотя Европа ведется, как тот теленок, куда ее стегнули. То есть, конкуренты устраняет Евросоюз. Вы первый человек в Украине, который это сказал, если честно. Остальные, наверное, сидят на каких-то таблетках. Я не знаю, что... Ну, у вас тезис неправильный. Вы посчитали, что вот у вас есть VPN, а у меня нет. У меня тоже VPN. Ну, не важно. Ну, хорошо. То есть, с точки зрения англосаксов, я, может, и недоволен в принципе, но пятерку можно поставить американцам сто процентов. Как они изящно топят Евросоюз, чтобы он не был конкурентом Америки. Вот пять баллов. Ну, как нагнули? С Афганистана не получилось нагнуть. С Азиатами труднее. Ну, это да. Это да. Ну, хорошо. Если у вас вопросов нет, спасибо за беседу. Всех благ вам. Так откуда там? Откуда я? Ну, недалеко от вас. Километров 740 где-то. Ну, не, побольше 840, наверное. В Канаду, что ли? Да, Торонто. Когда в Канаде говоришь, что километров, значит, не он и не сомневся. Ну, да. Хотя, самое интересное, что вот у вас все в имперских системах, а алкоголь в метрических. То есть, алкоголь у вас четко пол-литра, литра, полтора литра продается. А в Канаде... А в Канаде... Ну, я не знаю, как у вас в Калифорнии. В штате Нью-Йорк именно так. То есть... Моряк где развивается? Ну, в принципе, да, на бутылках пишут. 75, но пишут какого-то тоже. Ну, пишутся. А в Канаде с точностью наоборот. Именно алкоголь в имперской системе. У вас нет такого. У нас есть бутылка 1,14 литра. У вас такого нет. Это там в имперских круглое число ОЗИ. А у вас такое. У вас... Я столько не смотрел. У вас четко полтора литра. Пишется, конечно, в скобочках в имперских системах. Но целое количество литров. Или пол-литра. А у нас вот 1,14, 1,75. То есть кратное имперским системам. Именно алкоголь наоборот. Вот так. Ну, ладно. Спасибо за беседу, если вопросов нет. За хаэтикс. Их, в общем-то, всех и назвали русские. Потому что это глагол. Русские это какой чей отвечает. В соседней стране 70 миллионов. Они нас ненавидят за это. За то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть. И живем хорошо. Воронеж передали. В 1922 году. В Воронежской области. А в 1922 году Ливская область где была? В Австро-Венгрии. Опа, так это не было еще. Уровень интеллекта у Миколы Руснецин. На самом деле это Геннадий Хазан, по-моему, или как его фамилия. Это уровень интеллекта креветки из Озовского моря. Хороший. А вы не знаете, как его фамилия? 60 километров от кордона с Польщей. Ага. Как вы думаете, какая это может быть область? Сумская? Вау. Сумская область межуя с Польщей? Без лишнего шума узнает, кто сейчас здесь стримит. Зарабян. Первый секретарь Армении. Первый секретарь обкомов Камчатского, Белгородского и Волынского. Воробьев из Краснодара приедет завтра. Ага. Вот с ним и Зарабяном завтра. Совместный стрим. Аркафорский был. Мы сделаем украинским углом и ночевым. Мы таясь. Да. Да. Украина, который... Да, он все знает. Крупа кримического. Не надо испытывать наше терпение. На любой выбор. У нас есть простойный ответ. Вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головам под оранжевыми знаметами. От Хайкова до Гиева 480 километров. А до границы с Россией 40. Давай, страна огромная. Давай, надмертный бой. С нашим силой темною. Сранжевой чумой. Но ты мне улица родная. И мне погоду дорога.